всем привет на канале sound elimination незапланированный выпуск обзоров в общем данная соломоны представлена перед вами как вы все видите это x a pro 3d gtx который я взял в прошлом году где-то такое же самое время относила их отлично вообще с удовольствием сезон то есть до весны до начала там потепления вот ну потом как бы постирал нормально и положил на консервацию то есть на летний сезон их положил не использовал и вот буквально вчера до вчера я утром их отдел первый раз в этом сезоне как бы отдел чуть похолодало и вот решил как бы открыть сезон одеть соломоны долго честно говорю долго ждал как бы этого дня чтобы их опять начать носить очень классная обувь она очень круто мне очень понравилось но есть одно большое но в процессе этого дня я вывел очень большой такой недостаток очень большую проблему этих кроссовок сейчас я вам полностью как эту проблему показать не смогу покажу ее на фото только как она и выглядела изначально в общем не буду ходить вокруг да около такой инстриву даже создал в общем вот такая вот ситуация случилась как видите вот здесь вот склейка чуть свет не позволяет только с работы пришел уже вечер потому как смог свет настроил ну чуть не позволяет какая ситуация здесь вот проходила шнуровка отсюда она шла изначально вот сюда вот здесь задевалась петельку то есть она шла вот полностью по гортексу изначально когда я делал обзор кому интересно сейчас ссылочку размещу здесь вот изначально когда я делал обзор так давайте сейчас чуть-чуть пока я вот ссылочку поставлю сейчас попробуем свет чуть-чуть улучшить как-то может быть вот так вот как-то да не знаю тень идет хоть ты тресни ну вот так вот если да вот видно в общем здесь много рассматривать нет это уже кроссовки которые забрал с ремонта то есть отдал час сразу же в ремонт как только выявил проблем в общем чем проблема заключается я и хотел нормально они выглядели то здесь вот было потерт от этой шнуровки ну как вот в общем и вот здесь вот видно хорошо да вот здесь вот потерт так как бы с этой стороны тоже видно как потерт а вот видите то есть ничем больше это не не грозило потому в принципе как бы я сильно не переживал потерло да и потерла нормально понаблюдал все хорошо было до поры до времени я не знаю в чем проблема конкретно но когда я ходил на работу и пришел на работу и начал переобуваться я увидел, что вот здесь гортекс разошелся полностью обголился в нижняя подкладка синтепоновая полностью нижний слой оголился полностью вот так пошел разрыв ткани гортекса полностью именно по тому месту, где натерла шнуровка я фотку вот сейчас я вам покажу вот как они выглядели когда я их посмотрел я специально сфотографировал тогда только был мобильный телефон под рукой потому фотка не очень в хорошем качестве но тем не менее хорошо видно проблему сейчас они выглядят вот так то есть их заклеили, сказали, что может быть надолго, может быть ненадолго порекомендовали подобрать какой-то правильный как бы кусочек материи или кожи и вот сюда вот сделать вставочку полностью вот так вот прошить но это уже как вы понимаете не то очень классная модель очень крутая здесь кстати вот тоже я только тут ну здесь вот полностью разошлась а здесь вот я вот снял и начал видеть что оно как бы начало расходиться вот так вот я вам покажу сейчас его ну вот здесь вот тоже чуть подклеили как бы то есть оно там просто как профилактику но оно тоже начало по вот этой штуке вот тоже ну еще пару дней оно тоже там бы пошло что мы сделали мы убрали отсюда шнуровку и перешили ее вот сюда вот вот здесь вот где-то крепеж сделал мастер такая вот большая проблема я не знаю честно говоря проблема-то самой ткани там ну я как бы стирал обычным мылом обычным порошком в нормальном режиме как я обхожусь со всей остальной обувью вот не какое-то там какое-то агрессивное там какое-то моющее средство я не применял вот и ну я не знаю я хранил в обычных в обычных скажем так сейчас вот покажу чтобы оно было видно вот так вот нормально вам поставлю напоминание жесткое вот один вот второй сейчас вот зум чуть-чуть и вот так вот это вот жесткое напоминание да что случилось вот здесь вот хорошо видно о отлично я полдня вертел не знал как поставить вот так вот ну чуть-чуть затянул как бы это все дело думал вообще на пару минут сделать но уже расскажу полностью какая ситуация вот что случилось потому кто все-таки взял эту обувь кто все-таки ее взял и кто сейчас начинает ее юзать я вижу просто что очень много просмотров на обзор этой обуви вот очень много большие интересы наверно же люди покупают кто купил кто сейчас смотрит это видео ребята срочно не поленитесь отрежьте отсюда и переложите шнуровку или в эту петлю или в эту петлю какая разница но здесь вы предохраните вот эту вот часть от разрывания от износа как бы ну как бы вызвано вот этой вот килларовой шнуровкой она просто трет 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 потом не знаю то ли время хранения ослабило как бы она там пересохла сама ткань если это так то это вообще как бы большой бог этой модели потому что ну ткань гортекс она должна быть выносливая она должна быть нормально выносливая к внешним ситуациям ее применяют на обуви как внешний слой ну как бы она должна быть износостойкой она не должна так ну легко как бы там поддаваться я обычным детским порошком ушастой нянь их постирал и мылом как бы опять же таки ушастой нянь сверху тоже как бы аккуратненько как бы это все ну помыл обувь ну как бы я понимаю что обувь можно вообще не мыть да она прослужит больше ну какой смысл вообще от обуви которую даже нельзя нормально как бы помыть и ходить нюхать как бы что она там пахнет все равно там запах будет накапливаться какие там стельки бы не применялись и остальные ситуации обувь должна быть ну как бы готова к тому что ее будут мыть она должна ну как бы быть для этого готовой и она должна выдерживать как бы какие-то нормальные там режимы стирки она должна выдерживать обувь должна быть в чистоте ну то есть для меня это важно чтобы обувь выдерживала какие-то тем более это против ну как бы влагостойкая поверхность она должна вообще как бы быть готовой к грязи и к соли ко всему остальному, что мы можем встретить на дороге. Ну, вот такая вот ситуация случилась. Не знаю, если это проблема просто шнуровки, просто неудачное решение, зачем вообще сюда шнуровку запускали, я не понимаю. Но все, кто взял эту обувь, первее всего, что сделать, это перешейте сюда шнуровку, не поленитесь, потому что будете иметь вот такую хрень. Вот. Вот это вот такая вот большая проблема выявилась. Очень классные кроссовки. Мне очень нравятся. Я, блин, очень сильно расстроился, когда увидел такую ситуацию. Я их, честно говоря, думал носить еще минимум два сезона. Минимум носить два сезона. Теперь получается обувь купленная, ну, за не такие уже маленькие деньги. Ну, я не знаю, может завтра я их одену, но опять здесь лопнет, и опять мне надо будет что-то. Ну, это уже не то. Обувь после ремонта, это не то уже. Вот такая вот ситуация. Кому еще интересно, уже начал как бы этот обзор покажу еще. Вот такой вот износ за один сезон произошел как бы подошвы. Ну, честно говоря, износ довольно-таки нехилый. Ну, нормально так пойду износились. Вот, постирались протекторы, как видите, здесь вот должна была быть вот такая вот полоска вот здесь вот она стерлась. То же самое вот здесь вот видите, есть полоски, здесь вот уже их не видно. То есть, тоже постирались. Сзади вообще как бы вот здесь вот такой вот видно хорошо, как идет именно рисунок протектора. С этой стороны уже видите, первый протектор уже как бы почти нету ничего вообще. Сейчас наведется. Сейчас, секундочку. Не хочет, как обычно, вот этот вот зум, зум-зум-зум. Ну, в общем, вроде да, вроде вот, ну, как бы здесь вот такое вот еле-еле, да, с этой стороны видите, то есть нормально. Ну, постиралась подошва, довольно-таки неплохо вот износилась. Здесь вот даже видно вообще отлично, как она износилась почти под этот самый, под основание вот эти вот протекторы здесь вот стерся. Довольно-таки нехило, но здесь, что успокаивает, ну, как вы видите, очень-то довольно-таки внушительный слой контогриппа стоит, потому в принципе ничего страшного. Я по этому поводу сильно не переживаю. Если бы не вот эта вот хрень, если бы не вот эта вот хрень, я бы, ну, сто процентов я ручаюсь, что еще два сезона я бы их носил. Сейчас я не знаю. Но вот такая вот ситуация. Если вы еще сейчас в размышлениях покупать, вам не покупать, посмотрите и подумайте еще раз. Обувь классная, вы не пожалеете, конечно, но, блин, ну, хорошая обувь должна нормально носиться, хотя бы там три сезона она должна относиться. Что это такое, блин? Ну, тут я еще не могу показать. Тут вот там вот там, где нижняя подкладка гортекса с вот этим отделом соединяется, тоже чуть-чуть уже начала, как бы, не знаю, не могу вам показать, начало разходиться этот самый, шоу начал расходиться тоже, тоже не очень хорошо, честно говоря. Так, износа вообще нет. Они вот так вот, ну, если бы не вот эта вот хрень, ну, я вот, как бы, когда я их только достал для носки, они тупо как новые вот так вот сверху выглядят. Вообще нигде ничего. Отлично. То есть подошва, я же говорю, да, она нормально стерлась, но здесь нормальный, внушительный слой еще плюс, потому, в принципе, это не так страшно, износ подошвы. Ну, вот такая вот ситуация на данный момент времени. Хоть никто и сильно там, ну, много просмотров было, никто сильно не писал, как себя там кроссовки повели через год. Ну, вот так вот показываю, потому что надо, чтобы это знали все. Еще раз заканчу этот обзор. Ребята, если вы уже купили эту модель, именно, или модели с похожей шнуровкой, не поленитесь, возьмите или сами, или отдайте в мастерскую, чтобы вам перешили вот сюда или вот сюда. И тогда у вас она прослужит нормально, много времени, даже если где-то здесь потрется, это не так будет страшно. Вот видите, вот как бы здесь вот, везде тоже вот такие вот, ну, как бы видно вот следы от кевларовой шнуровочки, видно вот, как оно постиралось. Так же само было здесь. Но если здесь оно не так страшно, то здесь, ну, реально вы не сможете даже по лужам каким-то ходить, потому что вся вода будет сюда заливаться. Ну, и оно будет со временем расходиться. Короче, одни расстройства. Кому будет интересно, пишите. Не знаю, в следующий раз я, наверное, вряд ли уже буду делать такой незапланированный обзор на ту же самую модель. Вот. Я еще раз повторюсь, я всегда так говорю во всех обзорах, в чем самое большое мое расстройство, в чем вообще самый большой бок. в том, что я не какой-то там обзорщик там официальной этой компании, или мне там дают эти, как бы, ну, там какой-то магазин дают бесплатно там на обозрение какие-то там свои в обувочку. Нет, я покупаю сам себе и долго выбираю модель, чтобы ее сам себе купить, для того, чтобы носить как бы нормально. То есть, я не такой богатый человек, чтобы каждый сезон покупать новую модель какую-то. Потому я очень сильно расстроен. И вот такие люди, как я, как бы, которые смотрят, вот, я вас стараюсь максимально оградить от такого расстройства. Потому если вы еще не купили, хорошенько подумайте, покупать или нет. А если вы уже купили, первое всего, что сделать, это перешейте шнуровку. И потом надейтесь только на то, что они будут вот здесь вот получше, как бы, носиться. Все. На этом все, как бы, кто смотрел, спасибо за внимание. Еще один обзор на эту модель делать не буду точно. Но если, как бы, кто-то напишет все-таки еще там вопросы будут по данной модели, или как они себя проявят эту зиму, дожили они мне еще один сезон, не дожили, пишите в комментариях. И я постараюсь сделать вам еще, как бы, там, со временем еще один обзор, где покажу их не износ, и как вообще себя повели вот эти вот дела. Все. Всего доброго. Еще раз всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Все, как бы, модели одежды, там, кроссовок и всего остального, которое я буду себе там приобретать, если не будет стоить этого внимания, как бы, конечно, буду делать обзоры. Потому подписывайтесь на канал. Здесь будет много чего интересного. Ссылочка вот будет где-то, наверное, как обычно я делаю. Вот тут вот она будет. Вот так вот она появилась. Вот так вот она пропала. Все, долго говорю, долго заканчиваю. Все, всего хорошего. Всем удачи. И пожелаю вам, чтобы у вас такого не случилось особо, как у меня. До новых встреч в эфире.